И уже следующий эфирный стиль, который появился в 2013 году, он был совсем другим. Тут важно понимать все-таки еще, что я закончил художественное... У меня есть художественное образование, поэтому на первых этапах мне казалось, что у меня есть преимущество, я умею рисовать. И поэтому силуэты мне помогали, если что, там не только можно же обрисовывать, а все-таки художник, поэтому я художественно обрисовывал. Тут я, в общем, понял, что можно рисовать нормально. Ко мне обратился заказчик Владивостока, которому нравились мои работы, сказал, что он хотел бы у меня заказать эфирный стиль, нейминг и там все на свете для нового формата магазинов электроники. У него был очень небольшой бюджет, но он сказал, что может позволить мне делать все, что все на свете. Это здорово, когда так заказчик говорит. Поэтому я согласился на меньший бюджет. И нужно было придумать название. Магазин электроники – это значит, что продается все на свете, вообще все. Есть такие форматы магазинов в США, называется «Радиошак», «Радиохижн», может, там кто-то был из вас. И там такой формат, что на входе стоят на витрине гигантские радиопроблемые игрушки, а внутрь заходишь, там дрель. И первое название, которое я предложил ему, первые два названия. Первое было «Крабокоп», где был краб, у которого вместо клешней две розетки. Казался смешной образ, заказчик сказал, что это перебор. А второе название, которое я ему предложил, и он очень смеялся, он сказал, что это тоже перебор, электрошит.ру. Потому что электрошит, как вы понимаете, был нарисован на логотипе. Заказчик сказал, что это полностью описывает всю категорию товаров, которые будут в магазине. Но учитывая то, что будут заходить и дети в магазин, нужно что-то понежнее. Поэтому в итоге я пришел к названию магазина «Транзистор», где у транзистора в конце «И». И в качестве брендированных объектов я придумал кучу всяких транзисторов. Они были такими мишными. Если что, у меня на сайте Suprematica.ru, можете посмотреть их в анимации. Они очень интересно бомбят, моргают и тому подобное. Ему очень понравились эти знаки, но он сказал, что все клево, я хочу на вывеску логотип. Я убеждал его, что логотип не нужен, но он сказал, что теперь точно. Если, говорит, с электрошитом я еще размышлял, то логотип я точно хочу. И я сделал логотип абсолютно на отвали. Поясню еще одну вещь. Дело в том, что у глупых дизайнеров и плохих дизайнеров, и на сайте студии Лебеди вы можете в этом убедиться, когда они не умеют думать, они всегда используют монограммы, потому что монограмму придумать проще всего. Вы берете первую букву названия и привязываете к нему какую-то сущность объекта, которую вы брендируете или там описываете. Это очень просто. Вообще прям делать монограммы офигеть как просто. Поэтому я сделал ему монограмму так, чтобы он от меня отвалил. Появилась такая трехногая Р. Я публиковал проект, и в этот момент я начал выигрывать с ним очень много фестивалей, и я думал, это за транзисторов. А потом я понял, что на самом деле это из монограммы, потому что в кои-то веке у меня получилось сделать крутую монограмму, так как в ней оказалось хреново тонну смыслов. Во-первых, это ТР, а во-вторых, это самое очевидное, это трехногая Р, потому что транзистор имеет три ноги, это его главное свойство. Плюс-минус ноль. И сейчас я думаю, что лучшее, что есть в этом проекте, это та самая ТР, которую я сделал в последний момент. Заказчик был очень доволен, но, по-моему, так и не запустил проект, что для меня очень грустно. Но в этот момент я понял, что делать монограммы не так уж и плохо.